он сдох ну то есть вчера я в нем ковырялся смотрел осциллографом все линии был сигнал тактирования были сигнал опрос оперативной памяти подал 20 вольт анодного вместо 200 ну чтобы увидеть что катодные анодные драйвера живые и вроде бы на всех линиях был чистокольчик сегодня включаю сигнал тактирования нет подаю внешний сигнал тактирования вроде что-то зашевелилось и что-то даже включилась хотя какой-то из транзисторов уже успел сгореть в катодной линии от 20 вольт причем начал греться и как назло у меня вагон 155 555 логики а вот 561 маловато в общем логику я заказал а пока у меня для вас есть маленький обзорчик не буду заливать вам про то как хорошо было радиолюбителю в советском союзе я в девяностом году родился и понятия не имею каково оно там было в семидесятых восьмидесятых но могу сказать одно во второй половине 20 века радиолюбительское движение на территории советского союза было и активно развивалась и естественно советская радиоэлектронная промышленность выпускала различное измерительное оборудование для радиолюбителей например саратовским электроприборостроительным заводом имени орджиникидзе выпускались такие радиолюбительские осциллографы как л о 70 с 1967 года и осциллографы омл-2 омл-3 омл-ш и так далее примерно в 1990 года точных дат выпуска этих моделей осциллографов я к сожалению не нашел поэтому пишите в комментариях когда они выпускались рассмотрим поближе л о 70 подарил мне его михаил огромный муза это спасибо михаил говорил мне что корпус он красил своими силами и в принципе я вижу небольшие раковины скорее всего корпус был слегка ржавеньким что интересно у л о 70 было несколько ревизий конструкций конкретно этот экземпляр находится где-то посередине между 67 и 76 годом выпуска морда у данного экземпляра ближе к модификации 67 года здесь всего лишь одно гнездо вход по игрек и есть выносной делитель один к одному один к трем и один к десяти задняя крышка судя по всему сохранила оригинальную покраску и задница у осциллографа ближе к модификации 76 года поскольку здесь уже используется специальная перемычка для выбора напряжения питания из 220 и 127 вольт эти перемычки подключают пластины горизонтального вертикального отклонения к усилителям то есть у него точно также можно подавать какие-то внешние сигналы и еще есть линии катод на и модулятора то есть катод и модулятор точно так же отключаются и точно также у нас и по сути у нас есть практически полный доступ к электронной лучевой трубке уж не знаю что из этого осталось оригинальным но вот в данном случае можно обратить внимание что штырьки условно говоря одной длины а вот на делители сигнальный щуп почему-то гораздо длиннее чем земляной и гораздо длиннее чем вот эти если в клеммы входа y воткнуть короткие штырьки то у нас работает ручка усиления но в этом режиме у нас входное сопротивление всего лишь 100 килоом и максимальная полоса пропускания 50 килогерц для каких-то случаев этого более чем достаточно но для каких-то нет если же мы воткнем длинные штырьки то ручка усиления у нас уже не работает поскольку мы подключились в обход и усиление необходимо регулировать с помощью делителя один к одному один к трем один десяти вот я выбрал один десяти в моем случае амплитуда 5 вольт давайте попробуем подать пол вольта пожалуйста синхронизацию работает вот мы и вырубили чистота плавно входное сопротивление в этом случае составляет 1 мегаом и гарантируется полоса пропускания в 500 килогерц то есть в десять раз больше чем в режиме с работающей ручкой усиления но минималистичненько надо сказать и что то не подсказывает что здесь уже кто-то был и менял конденсаторы впрочем спасибо ему на этом на пентоде 6g 5p сделан входной усилитель на сдвоенном триоде 6n 3p сделан усилитель развертки на вход подается сигналы с усилителя вертикального отклонения с генератора развертки он с той стороны и каждый из триодов выдает сигналы на отклоняющие пластины на вертикальной и на горизонтальную пару вот этот конденсатор разделительный у нас здесь нет режима постоянного тока только режим переменного тока впрочем это радиолюбительский прибор и у него есть существенное ограничение помимо навесного монтажа деталей вокруг панелек торчащих выводов потенциометров конденсаторов стоек присутствует текстолитовая пластина с лепестками с распаянными на них деталями довольно популярный способ монтажа радиодетали в 60-е годы скажем в моем венгерском осциллографе все сделано на текстолитовых планках с лепестками с другой стороны в 60-е года были проблемы с доступностью печатных плат то ли дело сейчас отправил герберы на pcb way и уже завтра готовые печатные платы отправляются тебе почтой а если заказываешь там впервые то еще и скидку дадут в 5 долларов в итоге можно заплатить только за доставку ссылочки есть в описании под видео у нас тут есть бумажечка судя по вот этой вот надписи это у нас бумажечка на электронно-лучевую трубочку здесь нас больше всего волнует год производства октябрь 1974 года судя по всему да вот тут вижу печатный штампик есть вот смотрите июнь 1974 трубочка здесь стоит л о 247 с электростатической фокусировкой отклонением луча у нее 5 сантиметров щечло и напряжение на втором аноде 800 вольт хотя здесь что-то в районе 450 вольт по моему подается изделие признано годным произведен входной контроль я так полагаю июнь 74 года это год выпуска трубки а вот октябрь 74 года это когда трубка поступила собственно на сборку данного осциллографа исторический документ надо сказать спасибо михаил что сохранил его генератор развертки собран на пентоде 6 по 15 п у него 9 поддиапазонов которые покрывают диапазон от 10 герц до 80 килогерц на самом деле этот осциллограф двухканальный я вам даже больше скажу теоретически он четырехканальный но к сожалению вот моя модификация может только в два канала правда работает он в двухканальном режиме также хреново как и в одноканальном но факт остается фактом вот я кручу ручку одного генератора снизу а вот я кручу ручку второго генератора сверху чем не два канала усиление могу вот сигналы немножечко могу покрутить на генераторах а еще если вот так вот немножечко помогите зировать то можно порегулировать даже схождение расхождение сигналов вот теперь один сигнал сверху 2 снизу сейчас вот еще немножечко помог колдую по колдую вот обратно перешли теперь опять более частоты сигнал сверху менее частотный снизу может немножечко поправить уже ручкой ну то что физически присутствует то можно подрегулировать ручкой чего в явном виде нету вот приходится немножечко магии добиваться вот поменял местами сигналы давайте обратно все это дело вернем но на самом деле спасибо чистого есть у меня такая волшебная приставка называется коммутатор электронный двухканальный и на самом деле в современных осциллографах эта приставка присутствует не явно но принципе и примерно тот же самый давайте попробуем увеличить частоту работы и что мы здесь видим наша приставка подает меандр и горбыли меандра промодулированы нашим сигналом частота этого меандра но согласно нашей бумажки частота меандра 9600 герц и пока работает верхняя полуволна у нас это отображается один канал пока работает нижняя полуволна отображается другой канал в результате если уменьшить частоту работы развертки то у нас отображаются два красивых сигнала ну условно красивых синхронизация по сути здесь идет от сигнала коммутатора но в принципе можно подключиться к внешней синхронизации как переключиться на внешнюю синхронизацию да просто воткнуть штырелки и у нас там автоматический разъем переключит синхронизацию с внутренней на внешнюю этот электронный коммутатор производства 1980 года министерство просвещения рсфср глав уч техпром и здесь есть клемма для подключения одного канала сюда вот я подключаю второй канал из центральной жилки я снимаю выходной сигнал справа подается напряжение в четыре с половиной вольта это инвертирует одну из картинок по центру у нас как раз та магическая ручка совмещения то есть можем наложить сигналы друг на друга можем один развести вверх или наоборот развести вниз ну и ручки усиления и я не просто так сказал про 4 канальный режим тут у нее есть разъем rp14 с обеих сторон и можно их соединять друг с другом получая 4 канальный режим еще один недостаток в том что частота у нас развертки 9 600 герц соответственно максимальная частота сигнала в двухканальном режиме вот здесь заявлено всего лишь 400 герц а в четырехканальном 200 герц на двух транзисторах собран мультивибратор здесь на диодной схеме собран собственно совмещатор на транзисторе собран инверсный каскад если мы выбрали инверсию то идем через транзистор не выбрали инверсию идем также через диодики все простейший девайс разбирать его даже не буду если очень хотите то можем у чистого забрать учебный осциллограф большой который был в одном из роликов у которого вот такие картиночки есть и отобразить весь этот фокус на нем для чего собственно предназначался на этом я пока все так вот маленький обзорчик маленького лампового осциллографа подписывайтесь на канал на лайв канал на телеграм и инстаграм поддержите проект на ю тубе патреоне огромное спасибо всем к тем кто уже поддерживает меня на ю тубе и патреоне все ссылочки есть в описании под видео отдельное спасибо алексею р за приличный донат после последнего ролика еще спасибо виталию ты тоже за новогодний донат также спасибо всем кто поддерживает меня железяками кроме того спасибо андрею к за подгон пяти индикаторов и gpp 32 на 32 а также виктору боеву за 12 плиток и gpp2 и немного различные рассыпухи сейчас у меня уже есть 49 плиток и gpp и gpp2 а это значит что проект гип овер 10000 на стероидах размером 8 на 6 или метр шестьдесят на метр двадцать или двести пятьдесят шесть на сто девяносто две точки ну как минимум для него найдены панели еще у меня есть очень несколько интересных панелек и вместе с и mg3 я про них обязательно расскажу там есть крутые цветные плазменные панельки еще спасибо алексею а за камеру на видиконе ктп 82 ну и спасибо денису р за три сотни сверх миниатюрных сдвоенных диодов 6х7b вроде как сверх миниатюрок у меня теперь в достатке ну на пару лет точно хватит пока